Подкормить новорожденного мини-пига очень просто. Это делается так же, как с любым новорожденным малышом. Берется бутылочка с теплым молоком. Главное, чтобы оно было не горячим и не холодным. Иди сюда, малыш. Иди. Давай, будешь кушать? Будешь? Вот. Этим малышам всего двое суток, но у них уже открыты глазки, есть маленькие трогательные копытцы и даже зубки, которыми мини-пиг может вполне ощутимо цапнуть. Не преднамеренно, конечно. Кормить, подкармивать будем до двух месяцев, чтобы были здоровенькие, крепенькие, потому как зима и витаминов сейчас мало. Находиться в крытом загоне постоянно малышам пока прохладно, поэтому их уносят в тепло. Но и здесь они предпочитают проводить время, сбившись в кучку. Когда не спят, пытаются играть между собой. Через месяц подрастут и перейдут на взрослую пищу. В полгода, в 6-8 месяцев они уже половозрелые. Они уже могут иметь потомство. Эти мини-пиги не первый помет. На малышей уже составлен лист ожидания. Кого-то отдадут новым хозяевам. Мини-пиги очень популярны, как домашние животные. Одного планируют оставить в зоопарке. Они неприхотливые, они очень добрые, они очень умные, чистоплотные, вопреки всем мнениям, что свиньи там, допустим, грязное животное. Нет, это неправда. Они ходят в туалет в одно место в своем вольере. Спят они в другом, едят они в третьем. То есть не хулиганят. А тем временем подросла в зоопарке и львица Астра. У нее изменился окрас. Выросли усы, ресницы и характер. Астри идет пятый месяц, но к ней уже лучше не поворачиваться спиной, начнет охоту. И поймать ее для фотосессии очень сложно. Малышка живет в теплом домике. Гулять сейчас Астри не очень нравится. Суровая дальневосточная зима не по душе маленькой львицы. Но на прогулку с нашей съемочной группой она вышла охотно. Впервые держу на руках младенца льва. Весит Астра совсем немножко. Всего 18 килограммов. Наверное, она меня сейчас попытается укусить. Вообще, она дама с характером. Нам с трудом ее, конечно, удалось уговорить сгромоздиться ко мне на руки. От желающих сфотографироваться и с Астрой, и с новорожденными мини-пигами, и другими обитателями зоопарка нет отбоя. И если младенцы львов здесь появляются нечасто, то новый приплод мини-пигов ждут уже на новогодние праздники. Еще одна веслобрюхая самочка принесет потомство буквально на днях. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.